Всем добрый день! Вы на канале Баженит и Таунская область. С вами я, ведущий Влад. Сейчас покажу самый простой и доступный способ, как избавиться от лишнего молока. Этот способ выгоден тем, у кого больше пяти голов. Если у вас 2-3 головы, избавляйтесь. А когда у вас много голов, то можно жить спокойно и не ходить на работу. Самое простое это сдать молоко скупщику. Есть предприниматель в райцентре, который нанимает водителя. Тот каждый день с утра приезжает, собирает молоко сырьем. У нас берет сырье и увозит на переработку. Сдаем мы обычно молоко вечернее. На ночь его оставляем охлаждаться в емкостях, чтобы молоко в жару не портилось. Сохранялась, не повышалась кислотность. Просто берем тетропаки, замораживаем со льдом, ставим флягу в бачок с водой, туда тетропаки. Температура держится где-то 0, плюс 2, плюс 5. Сейчас мы будем сдавать молоко, а вы просто посмонесли. Вот что. Остальное молоко осталось, это пойдет на переработку. То молоко вечернее, у него процент жирности меньше, а утреннее молоко процент жирности больше. Поэтому оставляем себе его, там будет у нас сепарировать. Вот подъезжает молочник. Пизолет, она качает мусь. А почем честь молока берете? Кричи всем, сдавайте вам. А деньги когда отдашь? Ну понятно, но следующий раз в месяц или раз в два месяца? Раз в месяц, да? Все нормально. Все везде учет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Я тоже регистрировался как сельскохозяйственный с бытовой потребительский кооператив. Тоже пытался заниматься закупом молока у местного населения. Для этой цели приобреталась эта машина. Я проработал, наверное, недели две Причем там было устроено так, что у меня был заключен договор с городской организацией Они по всему району расставили холодильное оборудование, то есть стационарный холодильник И там технология была немножко другая Нужно было каждому сдатчику приходить в холодильник, отвозить молоко Там стояло оборудование, молокомер, можно было измерить плотность, кислотность Ну все полностью лабораторные условия Стоял танкер под молоко, где молоко охлаждалось И можно было его хранить там по двое суток А потом приезжала централизованная из города машина и забирать это молоко Но этот бизнес не пошел Почему не пошел? Потому что здесь молочник принимает молоко Значит, никакого анализа ничего не делается Он, конечно, знает с датчиков, кто может схитрить, добавить воду Либо кислотность молока будет высокая Ну, риск берет на себя А там, в холодильнике, все сдающие могли сразу проверить свое качество молока Ну, населению это было невыгодно Потом, мало того, что мне нужно было на этой машине подъезжать к каждому дому Собирать это все молоко Причем не только в нашем селе, а и по соседним деревням То есть, где-то 7-8 деревень Ну, затраты Затраты очень большие Прибыль очень маленькая Я это дело, значит, сразу Все пересчитали, поняли, что это невыгодно Я отказался от этого, значит, бизнеса Потому что у меня своих голов полно Мне лишь бы или заниматься своими коровами Или заниматься сбором молока Это совсем другое дело Очень хлопотные Ну, а тут предприниматель с райцентра Он приезжает, собирает молоко Ну, короче, у него больше заняться нечем Занимается только и вот именно этим, закупом молока Нужно все равно вставать И до вечера, ну, очень тяжело Мне интереснее вот со своими коровами заниматься Потом мало того, что с коровами заниматься Им же еще нужно накосить сено Ладно, кому Кому было, значит У кого возникнут вопросы По поводу сельскохозяйственности Ботового потребительского кооператива Пишите, я вам, значит, прокомментирую Расскажу, сколько стоила регистрация Какие нужны были документы оформить Ну, он числится на мне Ну, я не работаю Ну, чисто формально На Олово нигде не отчитываюсь Потому что работы никакой не ведется Обратно про молочную тему вернусь, расскажу Специально пришел на центральную улицу Центр села Вот стоит холодильник Никому не нужен То есть это не просто холодильник Это молокоприемный пункт Где планировалось Закупать молоко Но это не пошло Технология не пошла Почему? Объясню Всегда нужно носить молоко С датчиком А участнику это невыгодно Деревня большая Протяженность 3 километра Ну, кто сюда пойдет Там с ведро или с лягой С молоком Зачем это нужно? Тем более здесь Молоко брали Должны брать Через лабораторные исследования По качеству Проще знать предпринимателя Который приезжает Без всяких исследований Без всего Забирает молоко И подъезжает к каждому дому Сколько лет он уже стоит Я даже не знаю Ну, года 4 К нему даже никто тут и не подходит Хотя И есть электричество Все подключено Приходи, работай Готовый бизнес Но он не идет В южных районах По югу России Конечно Холодильники должны работать Потому что Вот у нас прохладная погода Молоко 30 километров До молзавода Довести можно А если жара стояла То его довести невозможно Принимают же молоко неохлажденное Пока довезешь Уже повысится кислотность Обсеменение вырастет И все А у нас прохладно Так что У нас холодильник стоит Простаивает Так вот у нас происходит Сдача молока Я сдаю излишки молока Другие Сдают молоко полностью У кого мало голов Чтобы не заморачиваться С сепарированием Со всем остальным Короче На этом можно жить Без проблем Кругой год Зимой, конечно, посложнее С молоком Хотя молоко У нас берут И Кругой год Только Может быть В декабре В январе Когда коров Доится мало Тогда он не ездит Он отдыхает Берут у нас Значит Сейчас по 13 рублей За литр Зимой дороже Конечно До 14 До 15 Рублей Цена Растет Кому было интересно Пишите Делайте мне замечания Пишите комментарии Спрашивайте Что На что я могу Отвечу Я, конечно, отвечу Все ваши комментарии Я Просмотрю Подписывайтесь На канал Пишите Ладно, пока Субтитры сделал DimaTorzok